Приветствую всех любителей шахмат, мы продолжаем обзор чемпионских битв и сегодня рассмотрим партию между Эммануилом Ласкером, вторым чемпионом мира и первым чемпионом Вильгельмом Стенницем. Данная партия была сыграна в Петербурге в 1895 году. Вильгельм Стенниц играл белыми фигурами. И он открывает игру ходом ферзевой пешки. Черный отвечает продолжением d5, на доске получается отказанный ферзевый гамбит. Белый развивает слона на поле f4, более популярным считается продолжение слон g5. Черный готовит рокировку в короткую сторону, белый открывает диагональ для белопольника, следует рокировка и продолжение c5. Белый играет на атаку ферзевого фланга, применяя пешечный штурм. И сильнейшим ответом за соперника, а точнее за Эммануила Ласкера является подрыв b6, завязывая контр-игру именно на ферзевом фланге с примерно равными шансами. Но вот Эммануил недооценивает опасность зажима на данном участке доски и играет конь e4. Белый меняется на поле e4, у черных портится пешечная структура. Стенниц сразу нападает на пешку e4. Черный отвечает ходом f5, но ответным слон c4. Белый подчеркивает слабость пешки на поле e6. Эммануил развивает своего коня с идеей прыгнуть на поле b4 и установить его на блокадное поле d5. Поэтому белый препятствует данной угрозе ходом a3. А также образует форточку для своего белопольного слона на случай прыжка коня 5. Черный играет слон f6. Они намерены подорвать центр соперника продолжением e5. И в этот момент первый чемпион мира осознал, что пешечный штурм на ферзевом фланге натолкнется на контрудар по центру e5. Поэтому он решил сменить план и рокировать в длинную сторону с идеей атаковать на королевском фланге, подрывая пешку e4 ходом f3. Черный освобождается от рентгена белопольного слона. Белый проводит подрыв f3. И в этой ситуации черный играет ферзь e7. Эммануил Ласкер жертвует пешку на поле e4. Но вот если белый погонятся за материальными приобретениями, то черный перехватывает инициативу продолжением e5. Ну и например на d5 черный пробивает на f4. На взятие на поле c6 они играют ферзь e5. И осложнения складываются здесь в пользу черных. Стейниц делает профилактический ход слон g3 для того, чтобы слон не попадал под темповой прорыв в центре e6 e5. Но Ласкер заманивает все равно этого слона на поле f4. И вместо того, чтобы взять пешку на поле f4, после чего черные могут подорвать центр ходом e5. Получается крайне сложная позиция со взаимными шансами. Так вот вместо этого Стейниц жертвует фигуру ходом ферзь e4. Черный забирает на поле g3. Белый вскрывает линию h и создает угрозу мата в один ход. И как написал Гарри Каспаров в своей книге «Мои великие предшественники», у белых всего две пешки за слона, но их инициатива носит долговременный характер. Здесь, если черный сыграет a6, то это приводит к ослаблению белых полей. И белый переводит слона на поле d3 и также развивает атаку на королевском фланге. Ласкер сыграл иначе. Он пошел g6, решил пожертвовать пешку, но для того, чтобы организовать оборону по открытой линии g. Итак, белый пробивает на поле g6, используя связку. Черный в этой ситуации соединяет ладьи. Белый пошли f4. Не позволяя черным провести контрудар e5. В том случае, если черный сыграет ладья g8 и заберут пешку на g3, белый с темпом развивает коня, затем сдваивается по линии h и начинает движение пешки g с грозной атакой. Ласкер организует оборону по седьмой горизонтали, но в бой вступает пешка g. Белый угрожает пойти g5. Черный напален на ферзя, ферзь отступает на поле h6. Отходить на h5, защищая пешку на g4, невыгодно, поскольку черный могут подключить к обороне своего белопольного слона. Поэтому стенит жертвует пешку на g4, черный забирает этого пехотинца. Белый теперь создает угрозу взятия на поле h7 своим слоном с последующим вскрытием линии h с темпом. Черный защищается, белый подключает к атаке коня. На ответная ферзь f7 стенит играет g4, угрожая пойти g5. Но и ясно, что в случае принятия жертвы на g4, белый пробивает на h7, затем отступает своим слоном и черному королю не унести ног. Так что Эммануил сыграл ладья g8, белый напален на слона, слон уходит на поле d8 и стенит сдваивает ладьи по линии h. Ведет атаку на самое слабое место в позиции неприятеля, согласно своей собственной теории. Здесь черные попытались откупиться качеством ходом ладья g6, но не тут-то было. Стенит уводит ферзя на h5, ладья уходит на g7, чтобы поменять ферзей, белый не препятствует этому размену. Они строились по открытой линии h и после размена на поле h5 угрожает мат в два хода. Черные дают пространство для отступления своего короля. Белый пробивает на поле h7 и здесь выясняется, что белый проводит двойной удар, отыгрывает фигуру и получает огромный материальный перевес в окончании. То есть на отступление на поле g8 стенит пробил на d7 и на ответная ладья f7 сыграл слон c4. Небольшой комбинационный удар, то есть белый оставляет ладью под боем, но в случае взятия на поле d7 они заберут на e6, затем сыграет g6, отыграет ладью и получит огромное количество лишних пешек. Так что ввиду этого варианта на 31 ходу Эммануил Ласкер признал себя побежденным. Ну а если вам понравилось данное видео, не забываем ставить лайки, подписываться на обновление канала, нажимаем также на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, делимся роликом в социальных сетях и до скорых встреч!